Здравствуйте! Если вы попали на этот видеоролик, значит вы искали телефон KUMA242 и вы нашли его. Итак, быстренькая коробочка. Коробочка от телефона. Здесь перечислены все регалии этого аппарата. Все, что в него входит. Анбоксинг будет быстрым, коротким. В него входят наушнички нестандартные, микро-USB и зарядка тоже под микро-USB с таким адаптером под обычную розеточку 220 Вольт. Ценник прост и дешев. Это одно из его достоинств. 1690 рублей. Итак, я им пропользовался 4 дня, даже 5 дней, и готов поделиться с вами всеми его плюсами и минусами. Я бы даже сказал косяками. А косяки здесь есть, и их много. И первый вы увидите сейчас сразу же, непосредственно вот сейчас, когда я его включу. О, да. Косяк основной и главной. Вот эту музычку я так и не смог убрать за 4 дня. Искал, искал, пытался. Короче, музыка неубираемая. То есть при включении и выключении аппарата вы будете слышать такую прекрасную музычку. Дальше. Ужас номер 2. Это телефонная книжка. Телефонная книжка встроена всего лишь на 100 номеров. Причем по каким-то непонятным причинам. И на сим-картах обычно получается по 230 номеров. Здесь память обрезана до 110. Более того, книжечка ограничивает название абонентов. Ну, неважно, записи по 10, по 12 символов. Но это не делайте чести. То есть абсолютно отвратительно. Более того, невозможно синхронизировать контакты со старым телефоном. Я первое, что сделал, естественно, купил сюда карточку. Списал свои контакты. Вот с Nokia старые. Контакты в TXT формате, контакты в CSV формате и контакты VFC. Ни один формат сюда не влазит. Для этого телефона это просто тупо файлы на хранилище. Ничего он с ними сделать не может. То есть для него они пустое место. А для меня это геморрой переноса телефонов. И, соответственно, получается очень грустно. Грустно, потому что разом все телефоны перенести с сим-карты не получается. И мне пришлось их даже переносить нажатием копии на каждый контакт. Вот я 69 контактов переносил. 69 раз мне пришлось нажать копии. И самое интересное, все контакты обрезались. То есть отвратительно. Я расстроен. Ну, это я пережил, сделал. Следующий косяк, с которым я столкнулся, это камера. Ну, это даже не косяк, а просто, я даже не знаю, как это называть. Я не знаю вообще, зачем мы ее здесь делали. Это просто именно фотокамера, это даже не видеокамера. Текст она нормально заснять не сможет для последующего распознания. Звук, по-любому звук. То есть нравится, не нравится, отключить его невозможно. То есть, ну, камера ни о чем. Видеороликов она не делает. Сохраняет на карту память встроенную. Звонок. Звонок можно поставить только на одну сим-карту. Вернее, один звонок на обе сим-карты. То есть никаких настройщик нет. То есть, что есть, то есть. Да, я звонок поставил свой, потому что встроенные звонки – это что-то с чем-то. Соответственно, с аудиоплеером. Я попытался... Точнее, вот здесь, с карты памяти. Вот, я записал овингтоны. Собственно, все, что он будет проигрывать из файлов – это аудиофайлы в формате mp3. Да, никаких видеофайлов проигрывать он не будет. Я таким же образом записал. Вот, фильмец назывался Snatch. Вот, все. Это для него просто обычный файл, который он может скопировать. То есть, проиграть он ему не может. Он его может отправить. Ну да, 700 гигабайт отправить. Мегабайт. Вот, и PDF-файл он тоже не читает. То есть, PDF-файлик. То есть, ничего он не читает. Текстовый файл просто пытался открыть. Тоже не читает. То есть, книжки читать нельзя, PDF-ы просматривать нельзя. Видео просматривать нельзя. Можно только слушать музыку. Ну, спасибо на это. Далее. Подсветка клавиатура. Ну, это... Не знаю. Нет, я не до разумею. Не знаю, зачем она вообще сделана. Но... Она есть. Она размыта. Хотя, бывает и хуже. Бывает и хуже. Ну... Я думаю, сойдет. Следующий пренеприятнейший момент – это календарь. Настроил я себе календарь, чтобы он вызывался одной клавишей. Но он бесполезен. Просто показывает, собственно, дату и все. А назначить какое-нибудь событие, день рождения чьего-то, или просто как планировщик использовать его нельзя. Здесь есть какой-то косенький, кривенький органайзер, но он организует, я так понял, упорядочивает, кнопкам присваивает быстрый вызов этих функций, не больше. То есть, планировщик задач из него тоже никакой. Вы, наверное, заметили отвратительный мелкий шрифт. Да. С ним тоже ничего нельзя сделать. Что в меню, что в основном экране. Шрифт не изменен. В смс-ках, кстати, тоже. Вот. И вы, наверное, спросите, а почему все на английском языке? Русский язык здесь есть, но так как криво переведено, это, наверное, китайцы в угоду англосаксам сделали нормально на английском языке. Для нас, конечно же, все криво. Чтобы не ломать, так сказать, свой мозг и догадываться, что же они имели в виду на русском языке, я оставил на английском. Ну, не все так плохо, то есть, если есть желание, можно писать русский язык и тупо пользоваться. То есть, это были его косяки, и возникают вопросы, зачем же я его вообще купил. А ведь я искал-то взаименную Нокию. Да, я старовер Нокии. Но я уже отчаялся и понял, что новые Ноки тоже такая же туфта. Так вот, теперь я перечислю его плюсы. А плюсы здесь есть, и они классные. Первый и самый главный плюс для меня – это диктофон. Он же позволяющий записывать разговоры. Это прекраснейшая вещь, она встроена, она записывает собеседника, и, соответственно, самого звонящего. Все прекрасно слышно. Можно взять паузу в записи разговора. Нет никаких пикающих звонков, никаких событий, что начата запись разговора или противные пикания. Ни при начале, ни при завершении, ни во время записи разговора. Это просто великолепно. Дальше две сим-карты. Они действительно классно работают. Они не выпадают, не отваливаются. Все по-честному. Прямо эти два радиомодуля, естественно, здесь радиомодуль 1, но работает очень корректно, классно. То есть я доволен. То есть слышу, как люди очень часто жалуются, что во время разговора отваливаются. Либо обе сим-карты сразу же, либо поочередно одна. Причем та во время которой идет разговор, которой вы пользуетесь в данный момент. Дальше. Определение звонков. Звонки прекрасно определяются. Показывать не буду, но, собственно, если зайти в менеджер звонков, то можно увидеть все входящие и исходящие звонки, время. Ну, все как в Nokia. Плюс это все показывает, с какой сим-карты. С первой, с второй. Если делаешь набор номера, то, во-первых, сразу же хотел сказать, вот такие огромные цифры. Здесь почему-то они просто огромные, они помещаются во весь экран. Так вот, когда делаешь набор номера, то он тебя спрашивает, с какой симки, собственно, звонить. И все счастливы. Дальше. Приятный момент. Это батарея. Здесь она литий-полимерная или липо. И, соответственно, на ней написано 550 ампер час и миллиампер час. И это действительно так. То есть, в данном случае китайцы в коем веке написали все по-честному. То есть, они написали не тысячу, там, и не 2700, как любят писать Alcatel и прочие ребята. Филиппс особенно любят там зарядить. Неимоверные значения. И после этого люди ожидают там месяцев, недель беспрерывной работы. Здесь же, я думаю, ну, можно с меня сказать, 3,5 дня он работает. Далее. Это, наверное, самый большой его козырь. Это экран. Внимательно посмотрите, что вы видите. Это китайский телефон за 1690 рублей. Теперь посмотрим на его угол обзора. Это же IPS-матрица. Более того, в разрешении 360 на 400. То есть, вы не ошиблись. Я не понимаю, на кой в таком телефоне такой экран, но он есть. За этот экран ему можно просить все. То есть, девочка в магазине с визном, когда его распаковывала, увидевшая, просто возликовала и сказала, какой он прекрасный. То есть, не, ну, вы видите сами углы обзора. Это IPS-ная матрица. То есть, ее ни с чем нельзя спутать. Разрешение, еще раз повторюсь, 360 на 400. После этого хочется просто, я не знаю, несколько раз ударить по чайнику разработчику и спросить, вот такой классный экран. Где чтение книжек? Где просмотр видеофайлов? Я не знаю, почему нельзя настроить было нормальные шрифты. В общем, и в целом, за три вот этих вот, даже четыре жирных плюса, а именно, за встроенный диктофон, корректно работающий, за две сим-карты, которые действительно безглючно работают, за батарею, которая честная, настоящая, 550 миллиамперная, которая работает три с половиной дня. И за этот прекраснейший экран и цена 1690 рублей, я считаю, он достоин и внимания, и покупки. Вот, всем приятного просмотра. В конце хотел бы добавить, если будете меня спрашивать, задавайте вопросы по существу, отвечу на любой вопрос. Рекомендую. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok